Всем привет! Продолжаем. Вы продолжаете слушать мое зачитывание книги «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Сегодня продолжим главу 25 стратегии оптимизации кода и продолжим с подглавы, которая называется «Введение в оптимизацию кода». Итак, приступим. Чем соблазняет оптимизация кода? Это не самый эффективный способ повышения производительности. Улучшение архитектуры программы, перепроектирование классов и выбор более эффективного алгоритма обычно приводят к более впечатляющим результатам. Кроме того, это не самый легкий способ повысить производительность. Легче купить новое оборудование или компилятор с улучшенным модулем оптимизации. Наконец, это не самый дешевый способ повысить производительность. На оптимизацию кода вручную изначально уходит много времени, а потом оптимизированный код труднее сопровождать. Оптимизация кода привлекательна по ряду причин. Прежде всего, она бросает вызов законам природы. Нет ничего радостнее, чем ускорить выполнение методов 10 раз путем изменения всего лишь нескольких его строк. Кроме того, овладение мастерством написания эффективного кода – признак превращения в серьезного программиста. В теннисе вы не получаете очков за то, как берете мяч, но все же вы должны освоить правильный способ сделать это. Вы не можете просто наклониться и взять его рукой. Если вы не хотите показаться новичком, вы ударяете по нему ракеткой, пока он не подпрыгнет до пояса, и тогда вы его ловите. Более трех ударов мяча о землю – это серьезная оплошность. Несмотря на кажущуюся незначительность, способ подбора мяча считается в культуре теннисистов отличительным признаком. Компактность вашего кода также обычно не волнует никого, кроме вас и других программистов. Тем не менее, в программистской культуре способность создавать компактный и эффективный код служит подтверждением вашего класса. Увы, эффективный код не всегда является лучшим. И этот вопрос мы обсудим ниже. Принцип Паретто Принцип Паретто, известный также, как правило, 80 на 20, гласит, что 80% результата можно получить, приложив 20% усилий. Относящийся не только к программированию, этот принцип очень точно характеризирует оптимизацию программ. Барри Бом сообщает, что на 20% методов программы приходится 80% времени ее выполнения. В классической работе An Empirical Study of Fortran Programs, Дональд Кнут указал, что менее 4% кода обычно соответствует более чем 50% времени выполнения программы. Кнут обнаружил это неожиданное отношение при помощи инструмента профилирования, поддерживающего подсчет строк. Следствие очевидно, вам нужно найти в коде горячие точки и сосредоточиться на оптимизации процентов, используемых более всего. Профилируя свою программу подсчета строк, Кнут обнаружил, что половину времени она проводила в двух циклах. Он изменил несколько строк кода и удвоил скорость профайлера менее чем за час. Джон Бентли описывает случай, когда программа из 1000 строк проводила 80% времени в 5-строчном методе вычисления квадратного корня. Утроив быстродействие этого метода, он удвоил быстродействие программы. Опираясь на принцип Паретто, можно дать еще один совет. Напишите большую часть кода на интерпретируемом языке, скажем на Python, а потом перепишите проблемные фрагменты на более быстром компилируемом языке, таком как C. Бентли также сообщает о случае, когда группа обнаружила, что операционная система половину времени проводит в одном небольшом цикле. Переписав цикл на микрокоде, разработчики ускорили его выполнение в 10 раз, но производительность системы осталась прежней. Они переписали цикл без действия системы. Разработчики языка Алгол, прародителя большинства современных языков, сыгравшего одну из самых главных ролей в истории программирования, руководствовались принципом «Лучшее – это враг хорошего». Стремление к совершенству может мешать завершению работы. Доведите работу до конца и только потом совершенствуйтесь. Часть, которую нужно довести до совершенства, обычно невелика. Бабушкины сказки. С оптимизацией кода связано множество заблуждений. Сокращение числа строк высокоуровневого кода повышает быстродействие или уменьшает объем итогового машинного кода. Это неверно. Многие убеждены в том, что если сократить какой-то фрагмент до одной или двух строк, он будет максимально эффективен. Рассмотрим код инициализации массива из 10 элементов. Внимание на экран. Как вы думаете, он выполнится быстрее или медленнее, чем вот эти 10 строк, решающих ту же задачу? Если вы придерживаетесь старой догмы, меньшее число строк выполняется быстрее, вы скажете, что первый фрагмент быстрее. Однако, тесты на Microsoft Visual Basic и Java показали, что второй фрагмент минимум на 60% быстрее первого. И в этой таблице вы можете увидеть замеры. И некоторые примечания по поводу этой таблицы и следующих таких подобных таблиц. Временные показатели в этой и следующих таблицах данной главы указываются в секундах, а их сравнение имеет смысл только в пределах конкретных строк каждой из таблиц. Действительные показатели будут зависеть от компилятора, параметров компилятора и среды, в которой выполняется тестирование. Большинство результатов сравнительного тестирования основано на выполнении фрагментов кода от нескольких тысяч до многих миллионов раз, что призвано устранить колебания результатов. Конкретные марки и версии компиляторов не указываются. Показатели производительности во многом зависят от марки и версии компилятора. Сравнение результатов тестирования фрагментов, написанных на разных языках, имеет смысл не всегда, так как компиляторы разных языков не всегда позволяют задать одинаковые параметры генерирования кода. Фрагменты, написанные на интерпретируемых языках, PHP или Python, в большинстве случаев тестировались с использованием более чем в 100 раз меньшего числа тестов, чем фрагменты, написанные на других языках. Некоторые из показателей экономии времени не совсем точны из-за округления времени выполнения кода до оптимизации и времени выполнения оптимизированного кода. Итак, идем дальше. Разумеется, это не значит, что увеличение числа строк высокоуровневого кода всегда приводит к повышению быстродействия или сокращению объема программы. Это означает, что независимо от эстетической привлекательности компактного кода, ничего определенного о связи между числом строк кода на высокоуровневом языке и объемом и быстродействием итоговой программы сказать нельзя. Следующая сказка. Одни операции, вероятно, выполняются быстрее или компактнее других. Это неверно. Если речь идет о производительности, не может быть никаких вероятно. Без измерений производительности вы никак не сможете точно узнать, помогли ваши изменения программе или навредили. Правила игры изменяются при каждом изменении языка. Компилятора, версии компилятора, библиотек, версии библиотек, процессора, объема памяти, цвета рубашки, которую вы надели. Ну, это шутка. И так далее. Результаты, полученные на одном компьютере с одним набором инструментов, вполне могут оказаться противоположными на другом компьютере с другим набором инструментов. Исходя из этого, можно назвать несколько причин, по которым производительность не следует повышать путем оптимизации кода. Если программа должна быть портируемой, помните, методики, повышающие производительность в одной среде, могут снижать ее в других. Если вы решите изменить или модернизировать компилятор, возможно новый компилятор будет автоматически выполнять те виды оптимизации, что вы выполнили вручную, и все ваши усилия окажутся бесполезными. Хуже того, оптимизировав код, вы можете помешать компилятору выполнить более эффективные виды оптимизации, ориентированные на простой код. Оптимизируя код, вы обрекаете себя на перепрофилирование каждого оптимизированного фрагмента при каждом изменении марки компилятора, его версии, версии библиотек и так далее. Если вы не будете перепрофилировать код, оптимизация, бывшая выгодной после изменения среды сборки программы, вполне может стать невыгодной. Следующая сказка. Оптимизацию следует выполнять по мере написания кода. Неверно. Кое-кто утверждает, что если вы будете стремиться написать самый быстрый и компактный код при работе над каждым методом, то итоговая программа будет быстрой и компактной. Однако на самом деле это мешает увидеть за деревьями лес. И программисты, чрезмерно поглощенные микрооптимизацией, начинают упускать из виду по-настоящему важные глобальные виды оптимизации. Основные недостатки этого подхода рассмотрены ниже. Первый недостаток. До создания полностью работоспособной программы, найдите узкие места в коде, найти узкие места в коде почти невозможно. Программисты очень плохо угадывают, на какие 4% кода приходится 50% времени выполнения. Поэтому, оптимизируя код по мере его написания, они будут тратить примерно 96% времени на оптимизацию кода, который не нуждается в оптимизации. На оптимизацию по-настоящему важных 4% кода времени у них уже не останется. Второй недостаток. В тех редких случаях, когда узкие места определяются правильно, разработчики уделяют им слишком большое внимание. И критически важными становятся уже другие узкие места. Результат очевиден. Все то же снижение производительности. Если оптимизация выполняется после создания полной системы, разработчики могут определить все проблемные области и их относительную важность, что способствует эффективному распределению времени. И последний недостаток. Концентрация на оптимизации во время первоначальной разработки отвлекает от достижения других целей. Разработчики погружаются в анализ алгоритмов и сокровенные дискуссии, от которых пользователям ни тепло, ни холодно. Корректность, сокрытие информации, удобочитаемость и т.д. становятся вторичными целями. Хотя потом улучшить их сложнее, чем производительность. Работа над повышением производительности после создания полной программы обычно затрагивает менее 5% кода. Что легче? Повысить производительность 5% кода или улучшить удобочитаемость всего кода? Короче говоря, главный недостаток преждевременной оптимизации – отсутствие перспективы. Это сказывается на быстродействии итогового кода. Других еще более важных атрибутах производительности и качестве программы. Ну а расплачиваться за это в итоге приходится пользователям. Если время, сэкономленное благодаря реализации наиболее простой программы, посвятить ее последующей оптимизации, итоговая программа непременно будет работать быстрее, чем программа, разработанная с использованием неорганизованного подхода к оптимизации. Иногда оптимизация программы после ее написания не позволяет достичь нужных показателей производительности, из-за чего приходится вносить крупные изменения в завершенный код. Можете утешить себя тем, что в этих случаях оптимизация небольших фрагментов все равно не привела бы к нужным результатам. Проблема в таких ситуациях объясняется не низким качеством кода, а неадекватной архитектурой программы. Если оптимизацию нужно выполнять до создания полной программы, сведите риск к минимуму, интегрировав в процесс оптимизации перспективу. Один из способов сделать это, задать целевые показатели объема и быстродействия отдельных функций и провести оптимизацию кода по мере его написания, направленную на достижение этих показателей. Определив такие цели в спецификации, вы можете следить сразу и за лесом, и за конкретными деревьями. Следующая сказка. Быстродействие программы не менее важно, чем ее корректность. Это неверно. Едва ли можно представить ситуацию, когда программу прежде всего нужно сделать быстрой или компактной, и только потом корректной. Джеральд Вайнберг рассказывает историю о программисте, которого вызвали в Детройт, чтобы он помог отлатить неработоспособную программу. Через несколько дней разработчики пришли к выводу, что ситуация безнадежна. На пути домой он обдумывал проблему и внезапно понял ее суть. К концу полета у него уже был набросок нового кода. В течение нескольких дней программист тестировал код и уже собирался вернуться в Детройт. Но тот получил телеграмму, в которой утверждалось, что работа над проектом прекращена из-за невозможности написания программы. И все же он снова прилетел в Детройт и убедители руководителей в том, что проект можно было довести до конца. Далее он должен был убедить в этом участников проекта. Они выслушали его, и когда он закончил, создатель старой системы спросил. И как быстро выполняется ваша программа? Ну, в среднем она обрабатывает каждый набор введенных данных примерно за 10 секунд. Ага, но в моей программе для этого требуется только одна секунда. Ветеран откинулся назад, удовлетворенный тем, что приструнил выскочку. Другие программисты, похоже, согласились с ним. Но новичок не смутился. Да, но ваша программа не работает. Если бы моя не обязана была работать, я бы мог сделать так, чтобы она обрабатывала ввод почти мгновенно. В некоторых проектах быстродействие или компактность кода действительно имеет большое значение. Однако таких проектов немного, гораздо меньше, чем кажется большинству людей. И их число постоянно сокращается. В этих проектах проблемы с производительностью нужно решать путем предварительного проектирования. В остальных случаях, ранняя оптимизация представляет серьезную угрозу для общего качества программного обеспечения, включая производительность. Итак, когда выполнять оптимизацию? Ну, цитату, даже не цитату, а такой набросок могу сначала зачитать. Правило оптимизации Джексона. Правило 1. Не делайте этого. Правило 2. Только для экспертов. Не делайте этого пока. До тех пор, пока вы не получите совершенно ясное неоптимизированное решение. Создайте высококачественный проект. Следите за правильностью программы. Сделайте ее модульной и изменяемой, чтобы позднее над ней было легко работать. Написав корректную программу, оцените ее производительность. Если программа громоздка, сделайте ее быстрой и компактной. Не оптимизируйте ее, пока не убедитесь, что это на самом деле нужно. Несколько лет назад я работал над программой на C++, которая должна была генерировать графики, помогающие анализировать данные об инвестициях. Написав код расчета первого графика, мы провели тестирование, показавшее, что программа отображает график примерно за 45 минут, что, конечно же, было неприемлемо. Чтобы решить, что с этим делать, мы провели собрание группы. На собрании один из разработчиков выкрикнул в сердцах, если мы хотим иметь хоть какой-то шанс выпустить приемлемый продукт, мы должны начать переписывать весь код на ассемблере прямо сейчас. Я ответил, что мне так не кажется, что около 50% времени выполнения скорее всего приходится на 4% кода. Было бы лучше исправить эти 4% в конце работы над проектом. После еще нескольких споров наш руководитель поручил мне поработать над производительностью программы. Что мне и было нужно. О нет, только не бросайте меня в тот терновый куст. Как часто бывает, я очень быстро нашел в коде пару ослепительных узких мест. Внеся несколько изменений, я снизил время рисования с 45 минут до менее чем 30 секунд. Гораздо меньше 1% кода соответствовало 90% времени выполнения. Ну а к моменту выпуска программного обеспечения нам удалось сократить время рисования почти до 1 секунды. Оптимизация кода компилятора. Современные компиляторы могут оптимизировать код куда эффективнее, чем вам кажется. В случае, который я описал выше, мой компилятор выполнил оптимизацию вложенного цикла так эффективно, что я едва ли получил бы лучшие результаты, переписав код. Покупая компилятор, сравните производительность каждого компилятора с использованием своей системы. Каждый компилятор имеет свои плюсы и минусы. И одни компиляторы подходят лучше для вашей программы, другие подходят хуже. Оптимизирующие компиляторы лучше оптимизируют простой код. Если вы жонглируете индексами циклов и делаете другие хитрые вещи, компилятору будет труднее выполнить свою работу, от чего пострадает ваша программа. В подразделе размещение одного оператора на строке этот подраздел будет в будущем вы найдете пример простого кода, который после оптимизации компилятором оказался на 11% быстрее, чем аналогичный хитрый код. Хороший оптимизирующий компилятор может повысить быстродействие кода на 40 и более процентов. Тогда как многие из методик описанных в следующих главах или в следующей главе только на 15-30%. Так почему же просто не написать ясный код и не позволить компилятору выполнить свою работу? Ну вот результаты, то есть внимание на экран. Вот результаты нескольких тестов, показывающие насколько успешно компиляторы оптимизировали метод вставки сортировки. Ну и вы здесь видите три разных компилятора C++, один компилятор C Sharp, один компилятор Visual Basic и три компилятора Java. Единственное различие между версиями метода заключалось в том, что при первой компиляции оптимизация была отключена, при второй включена. Очевидно, что одни компиляторы выполняют оптимизацию лучше, чем другие, а некоторые изначально генерируют максимально эффективный код без его оптимизации. Некоторые виртуальные машины Java также более эффективны, чем другие. Эффективность вашего компилятора или вашей GVM может быть другой и оцените ее сами. Ну а на сегодня все. В следующий раз продолжим с новой подглавы, которая называется где искать жир и патоку. Ну, 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 все, да. Поэтому спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.